На этом уроке мы разберем постановку правой руки, как записываются и прижимаются аккорды, что такое такт, что такое тоника и игра перебором. И соединим аккорды в аккордовую последовательность. Постановка правой руки. Правая рука находится на спустите. Сюда, сюда. И она приходит вот сюда. На большой палец вот в это место. То есть ошибочно правую руку ставить вот так. Вот это вот ошибка. Правильно ставить руку вот сюда. Раз, два. И вот она приходит вот сюда. Большой палец у нас отвечает за басы. Басы это три толстые струны. А счет струн идет от тонкой струны. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Большой палец у нас играет по басам в опору. То есть сыграв шестую струну, выбираемся в пятую. Сыграв пятую, выбираемся в четвертую. В четвертую играем всегда в сторону. И обратно выбираемся в пятую. Это у нас будет такое первое упражнение. Следующее упражнение заключается в том, что мы будем греть о том, как у нас играют остальные пальцы. Большой палец у нас находится на шестой струне. Вот здесь, вот в точке опоры. А остальные пальцы у нас играют каждую свою струну. Они играют ее наверху так. И каждый палец отвечает за свою струну. Вот этот палец указательно отвечает за третью струну. Этот за вторую. А этот за первую. Бузинец у нас не участвует. Пражнение выглядит у нас вот так. Большой палец стоит здесь. А здесь мы играем. Три, два, один, два. Три, два, один, два. Теперь давайте эти два упражнения между собой. Объединием. И мы получим следующее. Шесть. Три, два, один, два, три. Пять. Сточку опоры. Четыре. Сторон. Три, два, один, два, три. Пять. Три, два, один, два. И сначала. Следующая тема. Это у нас как называется. Как будут у нас называться аккорды. Давайте это мы будем записывать и смотреть. Как у нас записываются ноты. До, ре, ми, фа, соль, ля. А в скобках В объясню потом. Это си. Задача у этого курса входит умение ориентироваться по нотам. Почему? Потому что информация, с которой вы будете сталкиваться в будущем, она в интернете, если начать искать аккорды к песням, она всюду в основном не соответствует истине, потому что люди подбирают сами. Где-то аккорды не те стоят, где-то не в тех местах. И поэтому самая правильная информация, она изложена в нотах. Вот, к примеру, мы сейчас смотрим на песню «Кукушка» Виктора Цоя. И давайте посмотрим, что мы здесь видим. Вот это вот у нас аккорды стоят. Вот этот аккорд называется ля минор. Аккорд бывает минорный и мажорный. Если в возе аккорда стоит маленькая буква М, то такой аккорд называется минором. Если в возе аккорда такой буквы нет, вот, допустим, соль стоит, G, значит, этот аккорд называется мажором. Вот этот аккорд у нас называется как? Он называется у нас ре минор. А как называется вот этот аккорд? Он называется фа мажор. Ну, еще пару нюансов по тому, что вообще мы здесь видим. Вот это вот, это мелодия, которая поет. То есть это для вокалистов. А для нас сейчас самое главное, это вот эти вот аккорды, которые стоят сверху. Как записывается у нас аккорд? Аккорд рисуется у нас на аккордовой сетке. Это вот нарисованная часть грифа. Вот это вот у нас струны. Вот это. А вот это вот у нас воды. То есть это по большому счету нарисованная часть грифа. Вот это вот у нас колки такие идут. То есть вот это у нас первая струна, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. А здесь у нас будут точки прижатия. Допустим, вот такие вот. И эти точки имеют тоже свои номера. Потому что левая рука имеет номера прижатия. То есть вот левая рука. Большой палец у нас не участвует. И в левой руке у нас указательный первый, второй, третий и четвертый. Первый, второй, третий, четвертый. И здесь подписывается. Первый. Второй. И здесь третий. Вот этот крестик, это означает не играть. А кусок вот этот, это тоника. Тоника, это самая главная нота в басу. Когда вам понадобится информация в интернете по поводу аккордов и сеток с аккордами, то вы можете встретить вот такое обозначение аккордов, когда непонятно, где стоит тоника. Здесь есть просто крестик. И есть вот такие вот кружочки. Эти кружочки говорят о том, что эти струны просто открытые. Как аккорд ми минор. И поэтому непонятно, как работать с этим аккордом. Но я вот нашел еще вот такой вариант. Это, конечно, редкость, но мне удалось такое найти. Когда помечают тонику двойной кружочек. Обозначает тонику. А это открытые струны. Но я, например, не понимаю, зачем писать открытые струны. Поэтому я, когда рисую сетки аккордов, я не рисую, что эти струны открытые. Это само собой разумеется. Если эти струны не должны звучать, на них будет стоять просто крестик. В аккорде я минор. Тоника у нас находится напротив пятой струны. Следующий аккорд у нас ре минор. Он выглядит у нас вот так. Вот этот аккорд ми-мажор. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ми-мажор. Теперь мы запишем аккорды. Друг за другом аккорды и последовать есть. Это будет выглядеть и так. Такт ли минора, такт ли минора, такт ми-мажора, опять такт ли минора. То, что находится между линией, вот это, это называется такт. У нас есть метроном. И то, что происходит от звонка до звонка, это один такт. А это может быть либо быстро, либо медленно. Но то, что от звонка до звонка, вот это время, которое прошло, это называется один такт. Теперь давайте попробуем сыграть эту аккордовую последовательность. Чтобы ее сыграть, мы должны ее играть каким-то прямым звукослечения. Давайте договоримся, что мы будем ее играть вот таким перебором. Назовем ему перебор номер этого. И он вылетит у нас вот так. Здесь зачеркнутые кружочки у нас. Вот эти два кружочка зачеркнутых. Сюда мы будем постоянно подставлять новые басы, которые будут постоянно меняться. А вот эта структура будет постоянно одинаковой. Как сюда будут меняться басы? У нас есть последняя тема, которую мы разберем, которая называется чередование баса. Если аккорд имеет тонику на шестой струне, то мы чередуем шестую с пятой. Если тоника на пятой стороне, то мы чередуем пятую с четвертой. А если на четвертой, то чередуем четвертую с пятой. И вот смотрим. Вот у нас аккорд 3 минор имеет тонику. На четвертой струне. Этот на шестой. А ля минор на пятой. Значит, чтобы сыграть аккордовую последовательность. Аккорд ля минор. Нужно посмотреть, что мы чередуем от пятой струны пятую и четвертую. Сюда ставим пять. А сюда четыре. Давайте попробуем сыграть вот этот аккорд ля минор. Вот он. Он у нас играется от пятой струны. Значит, мы смотрим сюда. Чередуем пятую с четвертой. Сюда ставим пять. А сюда ставим четыре. И получается пять. Четыре. Потом прижимаем следующий аккорд. Ре минор. И смотрим. Тонику у него напротив четвертой струны. Значит, смотрим сюда. Четыре, пять. Сюда ставим четыре. А сюда ставим пять. И играем. Четыре. Пять. Следующий аккорд. Следующий аккорд последовательный. Ми мажор. Смотрим на ми мажор. Он у нас играется от шестой струны. Смотрим сюда. Шестая с пятой. Значит, ставим сюда шесть. А сюда пять. Прижимаем аккорд. И играем. Шесть. Пять. И завершаем первым аккордом, с которым мы начинали. Ля минор. Пять. Четыре. Если это сыграется под метроном, то получится вот так. Ля минор. Следующий. Четыре. Пять. Ми мажор. Пять. Последний аккорд для а минор. Еще раз. Ну что, давайте подойдем итог сегодняшнему уроку. Сегодня мы разобрали постановку правой и левой руки. Мы разобрали упражнения для правой руки с постановкой. Мы разобрали о том, как у нас прижимаются аккорды. Три аккорда. Мы сегодня разобрали ля минор, ре минор и ми мажор. И объединили их в аккордовую последовательность. И домашнее задание заключается в том, чтобы сыграть эту аккордовую последовательность. Она выглядит у нас вот так. Вот. Это и есть ваше домашнее задание. Оно должно звучать вот так. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»